Песни про мост через Керченский пролив представят на новой волне в Сочи. Сегодня объявлен творческий конкурс. Шезлонги и зонтики уже должны стоять на сочинских пляжах. Последний срок 5 июня. Подготовку к сезону обсудили на планерном совещании у мэра. В Сочи появится еще одна спортшкола. Создание муниципального учреждения сегодня утвердили на сессии городского собрания. Отдохнул и зарядился. В центре Сочи появилась лавочка с системой подзарядки телефона. Детский отдых под контролем. Председатель правительства Дмитрий Медведев провел сегодня селекторное совещание с регионами по организации летнего отдыха и оздоровлению детей. Вопросы безопасности санитарных норм и противопожарных правил должны быть на первом месте, отметил премьер-министр. И потребовал не допустить трагедии в детских лагерях. Этот вопрос председатель правительства попросил губернатора взять под личный контроль. Дмитрий Медведев также добавил, что с этого года ужесточились требования к вожатым. А детские туристические группы должны сопровождать только инструкторы-проводники, которые умеют оказывать первую помощь. Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жестче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных, но и должны, конечно, четко понимать, что безопасность – это самое существенное. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть экономить на здоровье. Краснодарский край – один из главных регионов страны, куда приезжают на оздоровление дети. В этом году для комфортного и безопасного отдыха в край открыли горячую линию по качеству услуг в санаториях и здравницах региона. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Глава региона также отметил, что в этом году около полутора тысяч различных лагерей-здравниц готовы принимать детей. Все они находятся в хорошем состоянии и имеют паспорта безопасности. Это отметила и вице-премьер России Ольга Голодец, подчеркнув, что край проделал огромную работу в подготовке к летнему отдыху. Ежегодно на Кубани отдыхают и поправляют свое здоровье около 780 тысяч школьников со всей страны. Если санаторий не имеет паспорт безопасности, включающий в себя параметры, а главное безопасность, пляж, видеонаблюдение, тревожная кнопка, он также не может приступить к оказанию услуг для оздоровления и отдыха детей. Это тоже жесткое наше требование. Сегодня у нас 100% санаториев, которые оказывают услуги для детского отдыха, имеют паспорта безопасности. Мониторинг качества услуг в здравницах мы ведем с общественниками и впервые в этом году у нас будет организована горячая линия. То есть родители или даже может быть дети, мы сейчас продумываем, смогут выйти по горячей линии и доложить о каких-то там нарушениях, недостатках в том или ином санатории или здравнице. В этом году на оздоровительную кампанию край выделил больше 3 миллиардов рублей. Из них порядка 2 миллиардов средства краевого бюджета. Две недели на завершении всех работ. Столько времени осталось у дорожников, чтобы убрать с проезжей части всю технику. Успевают ли к сроку закончить ремонт автомагистрали Кубани, накануне проверил Вениамин Кондратьев. Официально лето начнется только через пару дней, но у дорожников уже жаркая пора. Чтобы закончить ремонт, на проезжей части у них осталось чуть больше двух недель. Успевают ли к сроку, решил проверить Вениамин Кондратьев. Состояние дорог Краснодарского края глава региона сначала оценивает с воздуха. На многих участках техника сегодня еще работает. Люди едут на море, люди едут отдыхать. И не важно, жители это нашего края, это гости нашего края. Они хотят видеть атмосферу вокруг себя, курорта. Давайте дадим возможность людям доехать до Черноморского побережья, доехать по нашему краю. А если и будут на дорогах встречать, я еще раз подчеркиваю, бордюры, пореплики, там рабочие в этих касках, замученные люди, потому что здесь жара. Но изначальное впечатление от посещения нашего края и в целом Черноморского побережья даже у наших жителей будет не лучше. Убрать реверсы, все ограждения дорожникам нужно до 15 июня. Эту дату глава региона обозначил еще год назад, когда прошлым летом, чтобы добраться к морю, автотуристам приходилось часами стоять в многокилометровых пробках. Сегодня губернатор вместе со своим заместителем и руководителями дорожных компаний облетают самые сложные участки. Трасса М4 Дон и дорога Краснодар-Верхнебаканский. По пути от Новороссийска до Кабардинки еще стоят предупреждающие знаки о ремонте проезжей части. Но дорогу для автомобилей планируют освободить даже раньше установленного срока. Уже установлено здесь барьерное ограждение, вон нанесена разметка, все искусственные сооружения в порядке. Осталось небольшое устройство электроосвещения и участок второго пускового комплекса от Виноградного до границы с Новороссийском будет полностью введен в эксплуатацию. Я думаю, ожидаем где-то до 5 июня этот участок полностью завершить. Чтобы оценить ситуацию в полной мере, Внимин Кондратьев решает пересесть в автомобиль. По дороге главе региона докладывают о проделанной работе. На многих участках не просто положили новый асфальт. С учетом увеличения количества машин расширяли проезжую часть. Следующий вопрос, который предстоит решить – пешеходные переходы. Вот где вместо пешеходов массового перехода, там проблемно, конечно. Чтобы мы не сделали с расширением полос, с качеством полотна. Но если там отдыхающие будут переходить, понятно, дорогу, неважно, будут они к морю или от моря, то пешеходный переход необходим. Давайте будем строить и пешеходные переходы. В этом году мы строим по Топсинскому району 4, до следующего уже сейчас проектируем еще 5. Остановку сделали и в районе Силогорская. Дорожные работы здесь, кажется, в самом разгаре. Это все полностью ручной труд. То есть укладываются сетки, забиваются камни. Я бы сказал, что вы молодцы, если бы мы это смотрели как минимум, в январе или феврале. Вот мне сейчас важно понимать, мы к 15 июня завершим здесь вот эти вот… В категорической форме, да. Обсуждение нюансов курортного сезона глава региона продолжает уже на совещании. В прошлом году были завершены ремонтные работы в Нижней Баканской, в этом доделывают мост в Верхней Баканской. Эта дорога – основная артерия к Новороссийскому порту. Но есть участки трасс, докладывает вице-губернатор Алексеенко, где ремонтные работы будут продолжены после завершения курортного сезона. Еще остается участок, но это, я думаю, что до конца будущего года его приведут, доведут до соответствующей категории, участок от Горского до новой развязки в Джуге. Какие впечатления о Краснодарском крае с собой увезут туристы, зависит от всех, кто отвечает за транспортную логистику, напоминает Вениамин Кондратьев. Из боев быть не должно. Эксперименты с многочасовыми пробками на дорогах должны остаться в прошлом. С такими возможностями, с таким ресурсом, по большому счету, и мы что-то вечно откладываем, коллеги, но это никуда не годится. Эта тема не потому, что этого кто-то требует. Этого требуют в первую очередь жители и нашей страны, и нашего края. Ошибки мы не повторим. Коллеги, если мы их повторим, то уж точно в следующем курортном сезоне исправлять их будут другие. Сдадут ли дорожники экзамен на комфорт, станет ясно уже 16 июня, когда рабочая техника уйдет с трассы и уступит место автотуристам. Мария Крошина, Лина Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Туапсинский район. Минувший ночью после ремонта в Сочи открылся Мацестинский тоннель. Сегодня в нем разрешено рабочее движение. Полностью объект будет сдан в середине осени. А вот другой транспортный объект станет поэтической музой. Песни про мост через Керченский пролив представят на новой волне в Сочи. Инфоцентр «Крымский мост» запускает творческий конкурс, для участия в котором нужно написать стихотворение или песню про строящийся мост на полуостров. Заявки принимаются до 31 июля. Работы можно отправить через специальную форму обратной связи на странице конкурса. Там же пройдет голосование за лучшие произведения. Лучшая песня будет представлена на международном конкурсе «Новая волна в Сочи» в исполнении звезды эстрады. Автор примет участие в съемках клипа. Самые интересные стихи опубликуют в сборнике «Крымский мост». А автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на место строительства. Итоги 5 августа подведет жюри, в состав которого вошли исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Сферидова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко. Он одним из первых посвятил строящемуся мосту песню. Шезлонги и зонтики уже должны стоять на сочинских пляжах. Последний срок – 5 июня. Сами же пляжные территории пора открывать там, где они еще недоступны. Сегодня на еженедельной планерке главы Сочи обсудили подготовку к летнему курортному сезону. Все пляжи города должны быть оборудованы душевыми кабинами и бесплатными туалетами. Заброшенных прибрежных территорий в Сочи быть не должно, подчеркивает мэр. Ну а как чиновники выполняют поставленную задачу, Анатолий Пахомов проверит уже в эти выходные и начнет с центрального района. Я пешком начну просто пешком проходить и буду смотреть, где там у вас загороженные пляжи. Надо поставить точку вопросу того, что пляжные территории закрыты от кого-то, муниципальные. Пляж отеля «Интуриз» или его называют «Камели». Чтобы туда пройти, есть проход под железной дорогой. И там стоят ворота. Это запрещено. Они у нас взяли территорию в аренду. И в этой аренде есть четко прописано, что пляжные территории доступны. К руководителям пляжных территорий, которые будут препятствовать законным правам граждан, применят жесткие меры, подчеркивает Пахомов. Я предупредил начальников полиции, что ваша задача сегодня официально, чтобы участковые, запомните, официально, чтобы участковые пришли и предупредили руководителей этих пляжных территорий о том, что они, если не будут выполнять законные требования, закон, то есть, да, что свободный проход, то они будут привлечены к административной ответственности по статье 19.3. Там статья до 15 суток. Административный арест. Работает в городе и горячая линия по номеру 8-988-288-2836. Позвонив на нее, сочинцы и гости курорта могут пожаловаться на тот или иной пляж. А лучше сразу вызывать участкового, рекомендует глава города. Необходимо сегодня решить вопрос патрулирования набережных, а также ограничения там подъезда транспорта. Второй важный вопрос, который обсудили сегодня на планерном совещании, это подготовка к Кубку конфедерации. Сотрудники администрации доложили о ходе усиленной уборки города. Городская среда преображается. Начинается на курорте и массовая высадка цветов. Реализуются и традиционные планы. К примеру, завтра стартует городская программа «Лето 2017». А это значит, что свою работу в Сочи начнут порядка полутора сотен детских площадок. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». С 1 июня по 12 июля в Сочи вводится особый порядок регистрационного учета приезжих. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по краю. Теперь граждане России, прибывшие для постоянного или временного проживания в городе, кроме больниц, гостиниц, санаториев, домов, отдыха, обязаны не позднее трех дней с момента приезда обратиться в отдел по вопросам миграции в полиции Сочи. Для иностранных граждан и лиц без гражданства этот срок в сутки. Предоставить документы может либо сам гость, либо принимающая сторона. За несоблюдение этих требований нарушители будут платить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Напомню, правила начинают действовать 1 июня, и срок их действия определен по 12 июля включительно. В Сочи появилась необычная лавочка с зарядкой для телефона. Такой арт-проект на площади флага подготовлен в рамках Года экологии и предстоящих Кубках Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. На скамье в виде футбольных ворот можно не только отдохнуть и сделать фото, но и зарядить мобильное устройство. Лавочка оборудована четырьмя USB-разъемами и портативной зарядной станцией на солнечных панелях. Встроенный аккумулятор позволяет заряжать гаджеты в любую погоду и независимо от времени суток. Кстати, ночью лавочка выглядит особенно привлекательно, так как по периметру скамьи включается светодиодное освещение. Идея, чтобы жителям было удобно. В чем заключается удобство? В том, что люди всегда на связи. Потому что лично я всегда сталкиваюсь с той проблемой, что мне негде заряжать телефон. А здесь самый центр. Люди подойдут и зарядят свои мобильные устройства. Позаботились дизайнеры и разработчики такого арт-объекта. И о порядке на воротах в виде футбольного мяча установлена урна. Инициатором проекта выступило городское управление молодежной политики. Общественный деятель Ника Дженашия разработал дизайн. А реализовать задумку помогла одна из сочинских компаний. Задумка, идея хорошая. Поэтому я всех поздравляю и уверен, что это будет комфортно, удобно, креативно. Ну и если это появится еще где-то, то тоже будет очень важно. Вторую скамью откроют 12 июня в День России. Футбольную лавочку установят у Адлерской администрации. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочи оказался в центре международного скандала. Накануне в зарубежной прессе появилось сообщение о том, что якобы на сочинском карнавале в честь открытия сезона была попытка оскорбления иностранных болельщиков. При этом была распространена фотография парада, на которой видны два его участника, загримированных под темнокожих болельщиков и одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из них была связка бананов. Подобные инциденты часто воспринимаются темнокожими болельщиками, игроками, как оскорбления и становятся причиной скандала в футбольном мире. В мэрии Сочи, однако, отметили, что подобной смысловой нагрузки карнавал не нес, и цели оскорбить кого-то, разумеется, не было. К сожалению, по поводу случившегося студенту Российского международного олимпийского университета, уроженцу Нигерии и свидетелю инцидента на карнавале выразили глава города Анатолий Пахомов и его заместители. Будущего спортивного журналиста заверили сам карнавал, и актеров национальных одеждах стран, сборные которых сыграют в Сочи в матче Кубка конфедерации по футболу, были демонстрацией гостеприимства. Хочу заверить вас, мы всегда были, есть и будем самым безопасным городом, самым гостеприимным. Это в крови наших жителей. На встрече сошлись на том, что произошло попросту недоразумение. Актеры на карнавале и не подозревали, что их наряды болельщиков из Камеруна со связкой бананов кого-то заденут. Гость из Нигерии в свою очередь предложил идею внедрять специальные образовательные программы и разъяснять жителям, что некоторые символы или костюмы могут оскорбить представителей той или иной народности. Я напишу о встрече с вами и донесу свои ощущения и вашу открытость и честность. И о том, как я разговаривал с друзьями, и никто не знал о том, что этот символ может быть негативным. Завершилась встреча дружественным рукопожатием и подарком. Я хочу вам подарить книгу о Сочи. Это мой праздник. На английском языке. И вы как раз покажете. Обязательно приедете. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. В Сочи появится еще одна спортивная школа. В Кудепсте откроют спортшколу под Хэквондо номер 17. Создание муниципального бюджетного учреждения сегодня утвердили на сессии городского собрания Сочи. Какие еще важные решения приняли местные депутаты, расскажет только десятого. Один из самых важных вопросов очередной сессии городского собрания – бюджет 2016 года и его исполнение. Все принятые на себя расходные обязательства город выполнил. 53% было потрачено на социалку, подчеркнули депутаты. Объем собственных доходов почти 8 миллиардов. Это на 1 миллиард 700 миллионов больше, чем в 2015. Тем не менее, налоговым службам не удалось выполнить план бюджетных назначений. Сумма недобора – 125 миллионов. Рост недоимки по налоговым доходам тоже есть. Сегодня это 457 миллионов рублей. Есть вопросы с собираемостью земельного налога. Есть проблемы там, которые необходимы нам совместно. Нам – это кто? Комитеты городского собрания, это управление Департамент экономики городской администрации, для того, чтобы разобраться, почему на сегодняшний день складывается такая ситуация. Потому что мы пополняем сейчас бюджет только в основном за счет, вот не налоговых доходов, повторяю, за счет реализации имущества. Но имущество подойдет к какому-то финалу, а мы должны обеспечить расходные обязательства. Что касается бюджета этого года, он будет увеличен за счет денег края почти на 62 миллиона. Эти средства пойдут на развитие образования, приобретение жилья молодым семьям и на подготовку к Чемпионату мира по футболу и Кубку конфедерации. Наша задача – это обустроить площадку для проведения праздничных мероприятий на территории Емельтинской низменности. Для того, чтобы ее обустроить, необходимо ее залить, чтобы там конструкцию можно было устанавливать. И второе – туда подвезти сети. Для этого понадобится нам где-то порядка 60 миллионов рублей. Значит, из них 30 миллионов нам дает край. Еще один важный вопрос – это распоряжение муниципальным имуществом, в частности, выделение помещений для малого и среднего бизнеса. Квадратные метры, предоставленные администрацией, отметили депутаты, должны использоваться эффективно. Бизнесмены должны зарабатывать не просто, передавая их в субаренду. Еще хуже, если они будут пустовать. Для этого необходимо провести инвентаризацию имущества. Говорили на сессии и о создании в Сочи новой спортшколы по тхэквондо. Это спортивная школа номер 17, потому что уже на сегодняшний день 400 человек, которые желают заниматься. И самое главное, что есть кадры, которые могут преподавать в этой школе. Новая спортшкола будет открыта в Кудепсте, а ее филиалы появятся во всех районах Сочи. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. В Сочи годовщину своего подразделения отмечают сотрудники ОМОН. Отряд был сформирован на базе роты специального назначения при УВД Сочи 31 мая 1991 года. Лучшие бойцы сегодня были награждены грамотами и очередными званиями. А для гостей развернулась выставка боевой техники и оружия. Празднование дня образования подразделения ОМОН начинается с торжественного построения. Отряд особого назначения дислоцируется на курорте уже 26 лет. За это время бойцы получили больше 80 государственных и ведомственных наград. И сегодня за образцовую службу лучшим сотрудникам присвоены очередные звания и вручены почетные грамоты. Сочинский отряд неоднократно выезжает в служебные командировки и участвует в спецоперациях по обезвреживанию преступников. Кроме того, бойцы принимают активное участие в общественной жизни города. Отряд является действительно щитом и надежным оплотом подразделения Росгвардии именно в Сочинском регионе. И буквально уже сейчас завершилась подготовка, и мы приступаем в том числе с участием отряда, который будет задействован в полном составе для подготовки к Кубку Конфедерации и последующим чемпионатом мира. В состав Росгвардии подразделение вошло в прошлом году и уже показало свою высокую эффективность, мужество и профессионализм. А самое главное, бойцы ОМОН служат достойным примером для подрастающего поколения. На постоянной основе проводятся уроки мужества, кадетские классы, школы, колледжи, институты. Ребята с большим удовольствием посещают нас, очень интересно рассказывают наши сотрудники, показывают оружие, передают, может быть, сказать, начальные опыта военной службы. Некоторых заинтересовало. У нас ребята служат, которые начинали свою спортивную деятельность в патриотическом клубе «Гренадер». Несколько ребят выросли и уже служат у нас. В завершении праздника гости мероприятия познакомились с боевой техникой и оружием. Все желающие могли подержать в руках снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и сфотографироваться на БТРах и Тигре. А также увидеть основные технические приемы работы бойцов на высоте и отведать солдатской каше из полевой кухни. В Сочи ищут пропавшего сотрудника горнолыжного курорта. Накануне вечером в спасательный отряд поступила информация о том, что в районе горной карусели заблудились 4 человека. Оперативный дежурный созвонился с потерявшимися. Они сообщили, что спускались с высоты и попали под камнепад. К месту происшествия на квадроцикле выехал спасатель горной карусели. Через час в МЧС поступила информация, что на горнолыжном курорте сошел оползень. Туда срочно выдвинулись спасатели. Тем временем три туриста спустились вниз самостоятельно. Но на склоне осталась одна девушка. Через некоторое время ее обнаружили спасатели горной карусели и вывели в безопасное место. Но вот выехавший навстречу туристам сотрудник горного курорта так и не вернулся и на связь не вышел. К поиску привлечены кинологические расчеты и беспилотная авиация. Сохраняется вероятность повторного схода грунта. Продолжается камнепад, что осложняет поиски. Сегодня Всемирный день без табака. 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением. Присоединились к ней сочинские дети и воспитанники Центра внешкольной работы. День без табака был установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. 31 мая еще называют днем свободным от курения. Но о нем, по всей вероятности, и не догадывается взрослое население Сочи. Дымят где угодно, не задумываясь о том, что доставляют неудобства некурящим, а еще показывают дурной пример детям. Но последние, правда, не без поддержки педагогов, решили сами призвать курящих родителей к здоровому образу жизни. Написали им письма о вреде табака, писали даже сами себе. Мне и так мама и папа не курят. А самой себе важнее сейчас написать, потому что мама и папа знают, что курить вредно. А я могу, как сказать, посмотреть на всех остальных и тоже начать курить. У нас получилось пять человек, которые написали наиболее интересные обращения. И сегодня мы во Всемирный день без табака наградили данных победителей. И также проводим соревнования. И сегодня, поскольку мама и папа не курят, то мы пригласили семьи, для того, чтобы дети могли понять, что с семьей можно заниматься и спортом, и без вредных привычек. Многие родители поддержали своих детей и утром у Центра внешкольной работы участвовали в командах семейных соревнованиях. Здесь же прямо на асфальте девочки делали таблички, с которыми можно делать селфи и выкладывать фотографии ВКонтакте или Инстаграм. Сейчас в последнее время у нас стало очень модно фотографироваться. И для того, чтобы как-то разнообразить жизнь и не понять, почему ты фотографируешься, сейчас стало модно такие некие слова показывать. То есть это, например, «Я за здоровье, счастье, дети» или, например, «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. Это сейчас тоже стало модно. Мода на спортивную фигуру, хорошее здоровье и правильный образ жизни – это своего рода защита нынешнего и будущего поколения. Сочинские дети против курения. Сегодня они говорили об этом весело и звонко. Участвуя в подобных мероприятиях, они объясняли табакозависимым людям, что курить вредно и находиться рядом с курящими людьми детям совсем уж не полезно. Елена Всецына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи уже в 11 раз пройдут семинары Константина Харского, известного эксперта по вопросам клиента ориентированности, сервиса и идеологии бизнеса. 8 и 9 июня в отеле «Звездный» пройдут два уникальных семинара. Темы – окончательный тренинг продаж для сотрудников и руководителей отделов продаж и коммерческих директоров и создание сервисной компании «План работы на год» для владельцев и руководителей предприятий и организаций. Кто такой Константин Харский, в Сочи знают очень хорошо. Целый ряд предприятий успешно используют его методики и бизнес-технологии. Пример – санаторий «Знания». За последние пять лет он увеличил выручку почти в три с половиной раза. Константин Харский – ведущий эксперт в России по вопросам клиента ориентированности, обучению персонала и руководителей всех уровней. Умеет обеспечить высокий сервис, хорошие продажи и максимальный доход для фирмы. Это будет уже 11-й визит Харского в Сочи. Учиться в Сочи на самом деле особо негде. Уже работающим гражданам, те, которые уже имеют определенный опыт работы, отдали в своей сфере 5-10, иногда и более лет, получить доступ к новым современным знаниям, к технологиям не так уже легко. И традиционно уже 10 лет в этом году мы приглашаем очень известного специалиста Константина Викторовича Харского, который проведет два новых семинара. Первый семинар для ведущих специалистов, начальников отделов, коммерческих директоров пройдет 8 июня. Тема – окончательный тренинг продаж. Во второй день 9 июня пройдет семинар создания сервисной компании «План работы на год». Данный тренинг для владельцев и руководителей. Участие в семинарах рекомендуют всем сферам бизнеса. От салона красоты до крупного отеля для всех, кто работает с клиентом. Несмотря на то, что уровень сервиса и клиента ориентированности в Сочи растет, при этом ужесточается и конкуренция. Также клиент становится более требовательным и осведомленным о том качестве услуг, которые им должны, по их мнению, преподнести. Я, как организатор, безусловно, буду очень рада видеть тех, кто примет решение к нам присоединиться. И, с другой стороны, безусловно, есть конкретные примеры, которые показывают, что такие мероприятия показаны к посещению. Семинары Константина Харского пройдут 8 и 9 июня в отеле «Звездный». Начало в 10 часов. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.